О! Нет! 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 Дерево! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы продолжаем с вами играть во что? В контрабанд полис. В прошлом выпуске мы с вами расследовали преступление и раскрыли его на все 100%. А сейчас мы возвращаемся к чуваку, который всё это время ждал меня на границе, пока я его проверю. Извиняюсь, но были очень срочные дела. Гораздо важнее, чем ваши какие-то там дела со свиньями. Не знаю, чем вы там со свиньями занимаетесь в своём кузове. Отвратительно, отвратительно. Потому что я других дел, кроме как отвратительных, не могу себе представить. Чё там у нас по правилам и по контрабандистам? Надо освежить память. Ага, опись грузов, технический контроль, паспорт автомобиля. Здравствуйте! Эй, ты окно-то опусти. Ладно, я сам открою твою дверь. Документы давай. Вообще считает, что, видимо, нет никакой необходимости проверять документы на границе. Оно встал, оно вышел. Я тебя чуть-чуть пырнул. Твою дерзость, вот тебе. Вот, понял? Меня за это даже не накажут. Не обессудь. Я сегодня просто не очень хорошее настроение, хоть я и поприветствовал своих зрителей радостно. Но в душе у меня дыра, грусть и печаль. Имя не соответствует. Не соответствует ничего, ты ещё издеваешься, что ли? А номер машины соответствует? Так надо убрать нож. Говорите, а где номер-то машины? Сзади, что ли, только? 737-8-Z-Q. 737-8-Z-Q. X-M-K. Ладно, давайте описывать груз. Свин. Один такой свин. А вообще-то в описи их три. Одна шина сдута. Стекло разбито. Мы ещё проверим на контрабанду. Стоп, две шины сдуты. Контрабанды, похоже, что нету. Ладно, тебе повезло. Фары не разбиты. Состояние мотора отлично. Это ещё и тихосмотр. А, возможно, колодки надо подзаменить. Знаете, когда ты сдаёшь машину в ремонт, магическим образом чинится что-то одно и ломается внезапно что-то другое. Как, например, вот. Видите? Я не понимаю, откуда это. Я не думаю, что стоит винить меня. Так, давайте теперь взвесим машину. 1700. Но это ввесит человеком. Он прибавляет 700 килограмм. Ладно, всё вроде как хорошо. Тип машины АЗАМ-72. А как мне это проверить? Я не разбираюсь в машинах. О, погодите. Ещё и повреждение кузова. Правила въезда. Опись груза. Разбитый... Ха-ха. Я вычеркнул просто нафиг всё это. Дефекты кузова. Ну и бампера тоже нет. Он явно здесь должен быть. Потому что машина просто отвратительная. Но будем считать, что её марка соответствует. Не знаю даже, что сказать. Ну, короче, ты по всем параметрам будешь послан. Параш-то ошибка. Парашная ошибка? Это у тебя парашная машинка. Кто там следующий? Ну-ка, давайте. Денюжки. Денюжки. Денюжки мне. Отлично. Даже 35 экспы дали. 120 баксов я получил. Подайте товарищу командиру. Подайте товарищу командиру? Это я командир здесь. Мне ты должен подать. Подай мне документы. Потом он сказал, что я русский правша. Как он узнал? Звучало как-то дискриминирующе. Смотрите, идёт русский правша. Не соответствует... Да, боже ты мой. О, боже ты мой. Фотография тоже не соответствует. Давайте отметим. Значит, разбита фара. Раз. Всего одна фара разбита, значит. Сбейк не обнаружено. А, это что? Ага, ничего. Давайте теперь открываем кузов. Здесь очень много предметов. Да, очень много. Давайте всё это выгружать. Ну что ж, значит, заглядываем в холодильник. Всё на порядке. Чё-то мне подсказывает сердце, что здесь будет недобор. Мешок цемента. 10 штук. 8. Унитаз 1. Правильно. Мощные средства 4. Холодильник 1. Стиральная машина. Погодите. 1. А, стиральная машина. 2. Всё правильно. Чё там в туалете? Ах, моё говно. Завешиваю машину. 3480. Ни одна машина не была с перевесом. Ладно, чё-то досмотрим. Значит, опись грузов не соответствует. Регистрационный номер. EBM 0308UW. 03 Voice 0308. Да, всё правильно. Давай, грузи всё обратно, пожалуйста. Чёрт, хочется, чтобы ещё какое-нибудь преступление произошло. Что-то нетипичное. Потому что эти дни на границе такие скучные. Надеюсь, я всё правильно отметил. А чё-то досмотрим. Правила въезда, наверное, тоже, да? Ну да. Ладно. Вали отсюда. Да, дорогая, ещё и видеомагнитофон записал. Да, записал. Ну, вот сколько раз ей повторять? Записал. Я не кричу, это ты кричишь. Почему каждый разговор... Вот теперь я кричу, да! Я ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу! Как я её люблю, а? Такс, посмотрим. О, список новогодних подарков в этом году просто огромный. Влетит мне в копеечку, а зарплата не скоро. Но я не могу отказать своим любимым, поэтому поступлю разумно. Ведь я оформил карту Тинькофф Платинум, покупая с которой я могу круто сэкономить. Её кредитный лимит аж до 1 миллиона рублей. Мне точно хватит на всё. Тем более, что при оформлении до 31 декабря можно получить кэшбэк тысяч рублей при покупке от трёх тысяч. А ещё на неё возвращается кэшбэк до 30% бонусами по спецпредложениям, где один бонус равен одному рублю. На них я свожу свою любимую в ресторан, где мы будем сидеть и мило болтать по душам. И у карты ещё много преимуществ. Например, бесплатные переводы до 50 тысяч рублей без подписки и до 100 тысяч рублей в месяц на карту любых банков с подпиской Тинькофф Про. Эй, Джонни! Я не Джонни. Я перевёл тебе сотку на карту. Зачем? Потому что могу, ведь я щедрый, и мне это ничего не стоит. Ну, спасибо. Да не, за что, с Новым Годом! Потом одна же с процентами, счётчик пошёл. Деньги можно переводить даже на дебетовую карту и снимать наличные. И рассрочкой до 12 месяцев на любые покупки. В приложении Тинькофф просто выбираешь недавно оплаченные покупки от 1000 рублей и подключаешь рассрочку. Переходи по ссылке в описании и оформляй карту Тинькофф платеном до 31 декабря, чтобы получить кэшбэк тысяч рублей при покупке от 3000. Подробности в описании. Зачем ты мне это говоришь? Ну классная же карта! Тебе работать надо, забыл? Нет, не забыл. А по-моему, забыл. Да не забыл я, сколько раз тебе повторять? Не кричи на меня! Я не кричу! Сейчас кричишь! Ну а теперь кричу! Ну почему каждый разговор такой? Ну всё! Всё! Классный ты парень, обожаю тебя. И я тебя. Ещё двое, да когда же вы прекратите ехать в эту страну, грёбано? Здесь ничего нет! Здесь только преступление, жестокие убийства. Причём мы друг друга убиваем. Наши бьют наших! Обосноватка 120. Какой-то Фредди Крюгер приехал. Давай, доки. Абсолютно всё соответствует. Объединённые ралли. Контрабандист. У него слишком всё хорошо. Чувствую, это наш парень. Да. Извините, я посмотрю здесь. Кажется, тут всё в порядке. Значит, два места. Ладно. Надеюсь, он не поедет сейчас. Заткнись там! Нет! Нет, нет, стой! Стой, стой, стой! Сейчас подберу пожитки. Ах ты, курва! Берём пистолет. Давай, погнали! Включаем сирену! А куда он угнал? Такой он шустрый! Мне нужна машина побыстрее. Я до сих пор не понимаю. Я же купил полицейскую машину. Почему её нету? Что мне с ней делать? Ладно, мы всё равно его догоняем. Он никуда не уйдёт! Смотрите, дымовую завесу пустил. Нет, это просто выхлопы. Он загрязняет наш национальный парк. Вся наша страна, это один большой национальный парк. Сокращаем! Вау, вау, вау! Сокращаем! Чёрт! Стой! Подожди меня! Мистер Беглец, подождите меня! Чёрт, у меня стекло разбито. Мухи на лицо налипли. А долго он так будет от меня ездить, интересно? Ему не надоест? Мне уже надоело. Аааа! Как он так входит в повороты? Какой же ты проворный, но перестань! Почему никто вместе со мной за ним не едет? Он сбил знак! Чёртов нарушитель! Ты ещё и за это заплатишь. Давай, поверни. Умница! Нет, там пень! Фух! Хорошо, что не стал сокращать. Вовремя увидел пень. Ты почти что у меня в руках. Чёрт, я сбил знак! Ты за него тоже заплатишь. Я не могу никак его догнать. Это гонка на истощение. Скоро у него закончится бензин. Я не могу догнать его на этой дурацкой машине. Пожалуйста! Там люди на границе ждут. Почему ты не думаешь о других? Давай! Сейчас мы его... Нет! Чёртова горочка! Сейчас точно будет. Слушайте, никак. Не хватает у моей перделки газа. Давай! Ать! Чё, получилось? Есть! Давай! Нет! Не смей выруливать! Я приказыватель! Стоп! Отлично! Выходим, 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 выходим. Стоять! Ага! Сосал! Фу! Наконец-то! Кстати говоря, у меня что-то ещё была змейка. Давайте. Раз, два, три, четыре. Диски не снимаются почему-то. Видимо, нужно ножом. Надя, на контрабанду. Отлично. Внутри всё чисто. Окей. А-а-а! Шумит! Шумит! Фу! Опа! Здесь кладбище есть. Я даже не видел этого ни разу. Где мы находимся? Ой, как далеко! А, давайте сразу по пути его в трудовой лагерь, что ли, завезём. А машина, интересно, кто будет его убирать? Там пробочка. Ой. Ладно, это не моя забота. Мы, кстати, дымимся. Это чёрный дым, копоть, всё в салон идёт. Надеюсь, я там хорошо дышится. Свежим и користанским воздухом. Ну, во что я врезался? Ты там пристегнись, чувак. А то я не хочу, чтобы ты умер раньше, чем попадёшь в трудовой лагерь. Мы здесь. А, у меня же там, по-моему, ещё двое заключённых сидит. Здоров! Заберите работника себе. 100,000 баксов получено? Обожаю свою работу. О, смотрите, это тот чувак со свиньёй. Я же тебя не пропускал. Он всё равно здесь. Как, ты проехал сюда, а? Ну, ладно, ты выиграл. Ты проехал, значит, всё, ты здесь. Ты теперь гражданин Акористана. Ой, простите. А у вас лобовое стекло разбито, вы знали? И у меня тоже. Ой, ну, наконец-таки мы вернулись. Так, ребят, скидываемся на новый шлагбаум. Стоп, там ещё двое людей. О, боже мой. О, какой генеральчик приехал. Подайте, товарищи командиры. Подайте, товарищи командиры. Ну, вот я верю, что ты можешь быть командиром. А, у тебя это не фуражка, у тебя беретта. Десантник, что ли? Десантники, по-моему, носят беретты, да? Я... Извиняюсь. Мой брат получил... А, завали, завали, завали. Я не хочу слышать всё это. Эти сплетни, это всё ниже меня. Что же там говорить? Закон ниже меня. Фото идеально соответствует. Откуда ты? Из-за користана. Ты же свой в доску. Осталось только проверить состояние твоего автомобиля. У тебя повреждения, у тебя ш... Ой, господи. Дефекта кузова. Спущенные шины две, как минимум. Ты что, там, за городом, что ли, резвился? Это у нас, на самом деле, то, что за городом и что в городе одно и то же. Можешь резвиться где хочешь. Я на всякий случай. Доверяю, но проверяй, как говорится. И последние штрихи. НФМ 318 2БР. 318 2БР. НФМ. Всё правильно. Вес. Всё правильно. Стоп. Запрещается въезд в транспортный средств с более чем тремя техническими дефектами. Раз... Ааа. Сорри. Сорри. Но ты не поедешь к нам. Правила въезда. Хоть ты и гражданин. Пошёл-ка ты. Денёк у тебя не задался. А мне за это заплатят. Я наживаюсь на чужом горе. Такая музыка играет. И он так смотрит на меня, а я смотрю на него. Кто первый отведёт взгляд? ДИЧЬЯ! Давай свои документы. О, прям в рот. Презасуну. Габриэль Рафф. Это собачья фамилия. Несоответственный. Ты мой сладенький. Как ещё и фото тебе несоответствует. Давайте сразу отметим это. Ты у нас из объединённой ралли. Фара на месте. Номер. HLX 1195JC. HLX 1195JC. Всё правильно. Машина в идеальном состоянии. Но есть ли у тебя змейки? Так, выйди, пожалуйста. Змеек нигде нету. Всё идеально. Однако номер документа не соответствует. Поэтому езжай-ка ты в свои объединённые ралли. Вали отсюда. Ииии... 90. Всё, идём спать. Надеюсь, завтрашний день будет поинтереснее. При том, что хронологически это всё ещё тот же самый день, когда я расследовал преступление. То бишь, был очень насыщенный день. Подъём, товарищ. Вас ждёт очередной замечательный день в Бакаристане. Ты разуй свои глаза. Я не знаю, где ты там находишься, но в Бакаристане сплошные преступления происходят. Кто там едет? Открываем сразу. Сразу машина 3880. Всё хорошо. Вы посмотрите, всё соответствует. Какой умница. Фото идеально. У него, судя по всему, одна корова должна быть. Давайте посмотрим эту корову. Это и правда одна корова. Она жива. Точно корова? Корова. Я вижу вымя. Угу. Такое тёмное вымя. Но погодите, у нас же новый день. А значит, возможно, новые правила въезда. Так, подготовка к Олимпиаде. Опись грузов. Нет, всё то же самое. Возраст водителя 46. И нет бамперов. Вот здесь нет бампера. Кстати, говорят, надо отметить срочно. Номер VRM2140SA. VRM2140SA. Всё правильно. Нет бампера. Однако у него. Это меня смущает. Это совсем не нравится. Ой, как не нравится. Почему бампера нет? Слушайте, кажется, всё в порядке. Как это возможно? Пожалуйста, выйди. Он очень осторожно выходит. Он занервничал. Блин. Я чувствую себя дураком. Ну, у тебя должна быть где-то контрабанда. Ну, блин. А поторговать-то с тобой можно? О, он купит 4 порошка. Отлично, подзаработали. Мне нравится это. Дальше он купит мешок картошки, туалетной бумаги и пачки сигарет. А у нас всё есть? Да, у нас нечего больше ему продать, к сожалению. Ладно. Чё тут сказать? Он проходит по всем параметрам. Ну, да, у него есть, точнее, нет бампера. Проезжай, чёрт. У меня одинаковое презрение к тем, кто соответствует правилами, тем, кто не соответствует. Что же со мной не так? Правильный досмотр. Бумаги в порядке. 120 долларов я получил. Ну-ка, давай сюда документы. Итак, это Сандра Матевос. Ага, здесь ошибка. Но я так думаю, это просто опечатка. 6 230 килограмм машина. Воу, 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 воу. Стой, стой, не двигайся. Закрывай меня. Нет, нет. Уезжай. А, он уезжает. Уть моя. Окей, окопай. Чёрт, не могу отсюда попасть никого. Ага, хорошо. Умер. Не волнуйся, сейчас всё закончится. Это каждый день происходит. Так что всё нормально, не переживай. Ты знал, куда едешь. Боже мой, так весело, как в тире прямо. Воу. Воу. Нет. Прости. Прости, друг. Я не дам ему ехать. Почему он загорелся? По нему стреляли? Он просто дезинтегрировался только что. Погиб невинный человек. Что же это делается в стране? Это всё мы виноваты. Вот тебе прокляты. Давайте спрячемся за ним. Оп. Кацаны. Сегодня все погибнут. Невиновные. О, ребята там стоят, так и наблюдают. Сейчас, погоди. Аккуратнее. Я над ухом... Прям выстрелил. Ты, наверное, оглох теперь на правое ухо. Так, а ты... Ой, ты не наш. Итак, до конца атаки 10 секунд. Видимо, после этого они пойдут на обед. Эти дедоты всегда нападают с одной и той же стороны. Пора будем сменить тактику. Вау, да что ж там взрывается-то всё такое? Ой! Поддых ему прям. Фух. Отличная работа. Я вижу, что вы подходите для этой работы. Лечение персонала 200. Ох, это было тревожно, да? Согласитесь. Оказывается, здесь есть какие-то взрывные бочки. Либо это просто кинули гран... Это кинули гранату. Точно. Добро пожаловать в Акаристан. Самая мирная страна в мире. Ой, я стою как эта девушка. А? Только плакат нужно чуть пореалистичнее сделать. В этом прекрасном месте, если вас и убьют, то очень быстро, и вы ничего не почувствуете. А ещё у нас Олимпиада будет. Олимпиада по бросанию гранат, по стрельбе из оружия. И гонки на машинах, конечно же. Так, ну, у него несоответствие имени здесь есть. То есть эти два соответствуют, а вот это, ну, не соответствует. Значит, разрешение на въезд, дерьмо по поводу. Правила въезда не подходят. Два холодильника у него. Давайте посмотрим, два ли у него холодильника. Это один холодильник. Тут есть чё? Деньги. Благодарю. Ладно, ладно, у меня есть контрабанда. Пожалуйста, возьмите деньги, не трогайте машин. Что? Ты ручку-то своё убрал? Ты ручку-то своё убрал? Чёртов контрабандист. Я не такой. Я не из таких. Знаешь почему? Потому что я уже брал один разрядку, и все на меня обозлились. Я больше такой ошибки не повторю. За кого меня принимают? У тебя ещё и опись груза не соответствует. Фото соответствует? Соответствует. Ну ты тут моложе. Ну ладно, типа, допустим, ты давно сфоткался. Чё-то у тебя ещё есть, сразу говори. Я же найду. А если найду? Вот. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как много всяких шальных денежек лежит. Ты весь, ты весь насквозь пропитан контрабандой. Ты чё, охренел что ли? Почти каждое колесо. Я угораю с тебя. Ты чё, охренел? Я сейчас буду при тебе всё это раскрывать. Это преступление. Ага. Слышь. Ага. Смотрите. О, денежки нашли. А ты мне там чё хотел предложить? А? Сто рублей? Я тут миллионы нашёл. Зачем ты это делаешь? Потому что закон запрещает мне брать взятки, к сожалению. Ещё денежки. Оп. Эх, сверху упали. Это вороны скинули или... Господь на моей стороне. Оп. Добрый вечер. Чертовски много денег. Тоже, кажется, мы закончили. Да арестованы. Похоже, ваша тюрьма переполнена. Да-да-да-да-да. Всё, давайте. Садитесь в транспорт все. Ооо. Так, мы можем это положить на время? Да, можем. Давайте сложим всё это барахлишко, потому что у нас нет места. Чёрт, надо было раньше, раньше всё это делать, отвозить сразу. Надеюсь, машине будет место. А, нет, машине всё, всё переполнено. Ладно, поехали, ребят. Немножко с дымком вам будет тоже. Надеюсь, понравится поездочка. Что? Вердись к работе? В смысле? А-а-а. Тут же вон человек стоит. Точнее, машина стоит, надо её убрать. Давай сначала уберём. Вот за это мне дали 160 долларов, а теперь мы можем поехать. Да ё-моё, мы не можем поехать. Ладно, друзья, вам придётся подождать здесь, в задымлённом салоне. Сколько там мне нужно досмотреть? Скоро день закончится, я не хочу ночью ехать. Так, ещё. А, ещё двое, ладно. 3, 7, 3, 6, GJ. Поем 3, 7, 3, 6, GJ. Да, это всё подходит. Имя подходит. Вес 4200 должен быть. Фух. Ещё бы чуть-чуть и был бы перебор. Машины в идеальном состоянии. Кажется, весь груз в порядке. Проверяем. Мешок цемента 8, унитаз 1, холодильник 1, 4 моющих средства и 200... А-а-а... Ну что ж, опись не подходит. Соответственно, правила въезда нарушены. А, ещё фото не соответствуют. Езжай домой, значит. Ты последний на сегодня. Почему 90? Водитель не соответствует. Почему 90 заплатили за него? Я так старался. Я готовился к этой олимпиаде всю жизнь. Ты похож на спортсмена, кстати говоря. Смотрите, он прям идеальный. Всё-то соответствует. Погоди, у тебя две шины спущены. По тонкому льду ходишь. Хотя, может быть, это твой вид спорта. Эк-тик-тик-тик-так, я уже никому не доверяю, поэтому извини. Окей, две шины спущены, но всё нормально. Проезжай. И надеюсь, ты получишь золотую медаль. А мне надо идти. Везти других спортсменов в трудовой лагерь. Стоп. Почему этого водителя нужно развернуть? Почему его нужно было развернуть? Я не понимаю. Я в замешательстве. Ну, короче, из-за чего-то его нужно было развернуть. Я никогда об этом не узнаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, атака. Я не могу на такой машине сражаться. Она вот-вот взорвётся. А там три чувака сидит. Их жизнь очень дорога. В прямом смысле. За них хорошо заплатят. Здоров. Забирай ребят на ночную смену. 480 баксов. Есть. Окей, а теперь ехать через всю страну. Сдавать эти улики, которые мы нашли. Наконец-таки приехали. А кто-то нельзя никого сбивать. Осторожней. Приветствую. Заберите всю катра... У-у-у, 237. Посмотрите, 2017 денег у меня. Никогда ещё не было так много. И дневные расходы 500. Ладно, 1500. Тоже, тоже очень хороший навар. По-моему, это рекордный день. А тут нет какой-нибудь точки фест-тревела. Было бы очень удобно. А! Нет! 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 Нет, нет, нет! Дерево! Засада! А! Еле спасся. Как хорошо, что она взорвалась после того, как я продал всю контрабанду и избагрил тех заключённых. Ладно, чё вас там? А, я, к сожалению, топор-то выкинул свой. Поэтому, не знаю, разбирайтесь сами как-нибудь. Я не могу... Не могу преодолеть этот... Не могу преодолеть этот барьер. А, есть всё! Фух, я справился. Да, друзья, каждый сам за себя здесь. Как-то страшно идти по этой улице. Здесь очень опасно ходить одному ночью. Всё, что угодно может произойти. Возьму-ка я пистолет в руки. У меня всего два патрона. Ладно, если только враги, когда они нападут на меня, выстроятся в ряд, и я одной пулей через все головы. Пум-пум-пум. Опа! А я уже дошёл. А, не спрашивай, что случилось с машиной. Что-то... Что горит? Здесь что-то горит. Это, возможно, призрак того мужика. На грузовике с того света до сих пор горит. Его душа в преисподне мучается в агонии. Опять же, это не мои проблемы. Мне лишь нужен новый транспорт. Я хочу вот какой транспорт. Купить. Вот он. Пожалуйста, скажите, что он стоит там. Нету! Может быть, ты здесь нужен для этого? Вот ты для чего здесь стоишь. Машину мне предоставлять. Ну-ка, давайте посмотрим, насколько она быстро едет. Неплохо. Очень недурно. Очень недурно. Вот так я смогу быстро ловить негодяев. Однако она не очень вместительная. Два человека максимум поместятся в неё. Пойдёмте спать. Фантомный костёр всё ещё горит. Итак, контрабандисты. Нет бамперов. Мы всё ещё его не нашли. Заезжайте. Добро пожаловать в Акаристан. У вас проблемы, кажется, со стеклом. Давайте документы. Ой, простите. Нет бамперов. Кстати, нет бампера. Может быть, ты тот самый? Давайте сразу это проверим. Кажется, всё в порядке. Посмотрим, что там с грузом у тебя. Так, ультрафиолетом груз просветил. И кажется, всё нормально. Никаких меток нету. Три, два. Да, всё правильно. Но у тебя нет бампера. Я не могу тебя просто так отпустить. Мне нужно проверить всё точно. Ой, нужно виллу. У меня есть виллы. А у меня нет виллы. Вот это может быть. Нет, здесь кофе реально. Ой, я так не люблю кофе. Блин, мне нужны виллы. Две шикарные виллы. Потому что я заслужил их. Ладно, давайте не будем его докапывать. Кажется, что всё нормально. Можете проезжать. Какой-то сегодня пасмурный день. Мне не нравится это. Ой, я не проверил номер. Чёрт! Я не проверил вес. Кому-нибудь, надо было в сене поковыряться. Начинаются одни убытки сплошные. Я на тебя отыграюсь, ублюдыш. Да что ж вы все такие послушные. Ни у кого никакой катрабанды нету. Это мы ещё проверим. Надо всё разгрузить. Всё, блин, разгрузить. Кстати, вес машины 580. Ага, всё в порядке. RVM 6023 бай. RVM 6023 бай. Да, всё правильно. Сумку раскрыть. Так. Стоп. Оп! А оно и не помечено даже. Представляете? То есть нельзя этому доверять. Надо было как следует рыться в том сене. Ладно, ладно. У меня есть какого-то... Я его даже не покоцал. Просто испугал. Так, здесь всё нормально. А, вот же ещё. Ну, ладненько. Максимов, убирай всё обратно. Итак, удобрение 4, багаж 5. Всё правильно. Но контрабанда есть. Давайте начать. Опись груза соответствует. Правила въ... По правилам въезда контрабанды сюда нельзя. Вот всё хорошо у тебя. Ну ты арестован. Следующий. Чем торгуешь? Ага, у меня всего этого нету. Тогда давай документы. Я понял. Загор. 53 тип машины. Мы же можем посмотреть тип машины. Красный грузовик. Это... Угу. Угу. Не, ну он похож. Хотя этот похож больше. Нет, не похож. Да, машина соответствует. Всё правильно. Осталось только груз проверить. Блин, я так не могу. Мне нужно, чтобы виллы доставили. Здорово, Влад. Да, пожалуйста, виллы. О, погодите. Мы можем взять трехзубые виллы. Хотя тут два явно. Давайте возьмём одни такие. И ещё парочка отстакла таких. У нас всего одна монтировка, которая скоро сдохнет. Берём топор. Два у нас целых. И одна... Да, у нас лопата есть. Мы её редко используем. Ну что ж, всё в порядке. Спасибо. Денег мало осталось. Ну что ж, виллами давайте. Всё нормально. Как много седа. Ой. Сломал уже? Ладно. Тут кажется, всё в порядке. Ломать ящики. Что это? Это ящик сыра. Да, это похоже на сыр. Что ж, кажется, всё в порядке. Наконец-то. Идеальный досмотр. О, ещё двое. Боже мой. Какой долгий день. Ага. Номер не соответствует. Что ещё? Ага. Автомобиль не соответствует. Написано завет. А у него завет не такой. У него точно микрос 26D. Тип автомобиля не соответствует. Не дай бог ещё контрабанд будет. У тебя тихана просто. Я просто урую. Стоп, ещё цемент. А, у него же ещё есть груз какой-то. Значит, два мешка цемента и багаж. Оно вышло. Оно вышло. Буду резать. Буду бить. Чёрт, не нашёл. Нафига. Короче. Пошёл ты. Окей, обоснованный отказ. Тут мне пришёл. Это я подавался на конкурс красоты Мисы Користан. Пришёл обоснованный отказ. А, ты документы свои дашь или нет? Или на коленях умолять? Пожалуйста. Дай, спасибо, сэр. Блин, я сегодня в плохом настроении. Так Владимир Воронин. Владимир Воронин. Владимир Воронин. Всё западает. Пока что всё нормально. Итак, варилла 4 на 4 у тебя машина, да? Вот чистая варилла. Есть дефект кузова. Разбитая фара. Сколько можно знать разрешение? Профессионал работает здесь. Тихо. Ты же из Акаристана. Ты хочешь жить в стране, где негодяи пересекают границы безнаказанно? Ты должен убедиться, что ты не негодяй. Да твои же безопасности. Чё там я ещё не посмотрел? Вес тысячи... О, с меня уже деньги списали. Я в минусе, блин. Тысяча пятьсот восемьдесят? Тысяча пятьсот восемьдесят... Когда же кто-нибудь нарушит вес? Судя по описи, всё в порядке. Так ли это на самом деле? Картошка. Картошка. Это что такое? В мешке подсветка? Кажется, у вас нет никаких нарушений. Вы можете ехать. С возвращением в Акаристан, детка. Эээ, извините. Этого не слышал. Я этого не говорил, понятно? Не говорил этого. Фух, сто шестьдесят баксов. Пойдёмте спать. Был скучный и спокойный денёк. Так, смотрите. Вмешательство. Перехват контрабанды. Мы получили наводку о том, где спрятано большое количество контрабанды. Контрабандисты зарыли ящики на заброшенном кладбище. Поможете перехватить контрабанду? Я знал, что мы попадём на кладбище. Но благо это не случилось через нашу смерть. Значит, доберитесь на место. Найдите места, где спрятана контрабанда. Вам понадобится лопата. Остерегайтесь людей Аберанкова. Они могут ошиваться в этом районе. Восемьсот дадут. Я должен принять этот вызов. Четыре минуты есть. Надо срочно опустошить карманы. Иначе я контрабанду не смогу взять. Так, давайте вот это уберём. Этим будем бить. Лопата есть. Патроны оставляем. Окей, побежали. Как быстрее будет о кладбище? Окей, понял, поверху. А я уж думал, что день будет скучный. Тихо. Нет. Засада. Чёртова банда Аберканова. У меня есть топор, у меня есть топор, быстрее. Всё, 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 всё. Мы здесь. О, нет, сразу атака. Выходим. Нет. Где ты? Хочу хэдшотнуть его. Отлично. Не стреляйте по машине, она новая. Да я же сказал. Зачем? Ещё один остался, по-моему, да? Вон он. Погибло. Обыскать. Забрать. Продадим. Зачем я его так за ноги взял? Странно. Ветка. Будем веткой его бить. Я реально его буду бить веткой. На тебе, на тебе, негодяй. Мне нужно было просто пару выпустить. Так, там был ещё один чувак. Он, видимо, дезинтегрировался. Перехватите закопанную контрабанду. Три штуки должно быть. Как? Как я должен понять. Стоп. А вот и лопата халявная. Нам как бы намекают, да? Давайте копать. Ага. Ага. Что? Нет. Я... О! Осторожно. Вон, ещё один. Да почему я не попадаю? Ад хорошо. Ад хорошо. Два раза больно. Есть. Смерть. Смерть. Су. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Нам нужно найти ещё две... Стоп. Я же не забрал контрабанду. Как это сделать? Палки бить? А, нет. Надо продолжать копать. Вот оно. Боже мой. Как это выглядит в инвентаре? У меня нет в инвентаре. А я думал, мой арсенал будет пополнен. Чему мне не дают крутое оружие? Я хочу гранатами швыряться. Я хочу всё это делать. Ты... Вот. Есть. Давай. Кто на меня? Ага. Сразу подох с одного выстрела. Нет. Нет. Всё по яйцам. Вот он лежит. Отлично. Кажется, мы закончили. Окей. Осталось последнее. Это здесь. Быстрее. Хоп-хоп-хоп. Забирай. А-а-а. А-а-а. Нет. Где? Где они? Хедшот. Хедшот. Ну вот и всё. Полицейские, что ли, едут? Сейчас, нам нужно быстрее обыскать. Забрать. И обыскать патроны для автомата. Однажды у меня будет автомат. Стоп. Вы погодите. Здесь же ещё есть. Может быть, покопаем? А-а-а. Нет. Всё. Нет тут ничего на кладбище. 862 доллара тем временем. О, нет. Снова. Оп. И они исчезли. Оп. И появились. Как вы это делаете? Это какие-то аномальные ребята. Я уеду отсюда лучше. С кайфом доехали. Давайте посмотрим, чего нам не хватает. По-моему, нам нужна монтировка одна. Возьмём ещё дополнительно нож. Два ножа. Всё. Благодарю, Влад. Это был замечательный день. И закончился эпической битвой на кладбище. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Все ссылки на плейлисты на мои соцсети будут в описании. С вами был Юджин. И всем пять! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!